Еще немножко упростить историю, чтобы вы сразу понимали, да? Вот представьте, жизнь человеческая, она как дорога. По идее, должна быть прямая, красивая, достойная, со всеми там нужными атрибутами. Там заправка, там кафе, там поспать, там полежать, там мужчина, там женщина. В общем, все-все-все-все должно быть так, как, собственно говоря, задумывалось изначально. Но у человека есть машина. Его учат возить, вот рули. Их 10. Конфигурация рулей у каждого человека своя, соизмерима тому, что он в своей жизни, идя по этой сначала дороге, принимает. Когда рулят им родители, когда за него принимают решение, или когда заставляют что-то делать, или когда навязывают знания, или когда обесценивают то, что делает человек. Внутреннее состояние, выносимое из семьи, это беспомощность. И человек руля по жизни всегда будет искать, ну, кому бы ему, кому бы. Потому что я не могу, у меня ничего не получается. Это навязанная история. И руль этот всегда будет куда-то, в какую-то сторону кому-то присоседиться, где-то на кого-то переложить, как-то проплакаться, как-то там придуриться, спаразитировать, потому что внутреннее состояние убежденности, замысла, я беспомощна по жизни. Как проявленная частью у людей, которые рулят, и основной руль – это беспомощность, вынесенная от родителей, они очень долго живут в семье. Они такие, пусть ему, надо маме позвонить, надо папе позвонить, надо как-то посоветоваться, надо как-то, я не знаю. И когда такому человеку говоришь, давай, или сейчас, или никогда, нет, я готов, но, запятая, надо с кем-то посоветоваться. Вот это руль беспомощности, которым человек пользуется в своей жизни. Понимаете специфику? Понимаете, о чем разговор веду? Да. Дальше. Семья – это, знаете, такое понятие родных людей, это не обязательно по крови люди даже бывают. Соседи, бывают, ближе живут, нежели чем родственники. Ну вот они так всю жизнь там живут. И вот это родные люди, это состояние, когда мне… Ну я точно знаю, если вот я сейчас мне плохо, я пойду к соседке, к своей Светы, я на нее всю вылью, она скажет, ну ничего, потерпи, ничего страшного, ну потяну, всем плохо, ну сейчас это все пройдет, сейчас надо подождать, и будут светлые времена. Поедешь в отпуск через полгода, и найдешь ты себе мужика, и все будет хорошо. Да потерпи, чайку-то попей, и все будет хорошо. И такие люди, как семья, не только родные, близкие, это те люди ближнего круга, которым вы, ну условно, доверяете, доверяют ваши родители, там мамы на подружка, с которой она дружит 20 лет. И вот мы без конца с ней разговаривали, вот у меня такая у мамы была подружка, она приходит, Ириша, ну что сделаешь? Ну жизнь такая, ну что сделаешь? Ну надо потерпеть. Вот потом, когда-то это обязательно появится. Это всегда рождает у человека надежду. Мы здесь ничего не хочем делать, потому что эти люди нам говорят, надо подождать. И наше состояние надежды без конца рулит непонятно куда. Где там надежда? Где там надо подождать? Ладно, ну сегодня ладно, подождем. Завтра, в среду, в понедельник. Откуда рождается такая модель поведения, когда, ну сейчас вот Новый год уже скоро, да? Мы сейчас куда-то выскочим, а потом там отпуск. И вот как-то мы так вот все с надеждой живем, с надеждой, с надеждой. Все прокручивается. И этот руль, вот он по этой дороге, вот есть на правый поворот, а вдруг там надежда, наверное там. Поехали туда. Потом не получилось. Возвращаемся обратно. Опять едем прямо. Ну теперь налево свернем, теперь направо свернем. Вот эта надежда, она, когда нет четкого понимания, нет вообще варианта, что я хочу, как я хочу, зачем, почему и куда я вообще иду, вот что мне там делать. Понимание есть? Это вечное блуждание такое. Надеюсь, что что-то как-то само по себе поедет, потому что тетя Света сказала, надо подождать. Дальше идем. Продолжение следует...